И снова Женева 2010 И снова новинки мирового автопрома И снова мы смотрим на них своими глазами Интересное наблюдение, добрая половина новинок Это компактные машинки с большим дорожным просветом И временами с полным приводом Кроссоверы, городские кроссоверы Сегодня о них Японцам из Митсубиси не дают покоя Лавра, Ниссан, Кашкай Они хотят отхватить свою долю пирога И возможно в этом им поможет новый компакт-кроссовер АСЭ-Х С Кашкаем здесь роднит много В первую очередь габариты Ну и конечно же целевая аудитория Компакт-кроссоверы выбирают те, кому кажется слишком велики Например в городе большие кроссоверы Итак, для гаража будет прилагаться модель с передним приводом Для тех, кто живет, скажем, в горных районах Или там, где есть бездорожье Полноценный полноприводный вариант Увы, к качествам отделочных материалов Пока что Митсубиси порадовать не может Пластик довольно кондовый И даже кажется, что имеет какой-то специфический запах Все в принципе в классическом варианте То же самое, что вы можете увидеть в Ланцере Основной вопрос в Европе, конечно же, экологии Именно поэтому сюда, в европейскую часть Будут поставляться машины исключительно с механической коробкой Возможно, в Россию пойдет CVT Пока доподлинно неизвестно Но кроме того, чтобы автомобиль более соответствовал экологии Здесь имеется своя система старт-стоп Которая глушит двигатель в пробках и на перекрестках А сзади, прямо скажем, не актив Упираются не только коленки, но и голова Спинка имеет два положения Вертикальная и еще более вертикальная Вот, пожалуй, и все опции Ну и последняя часть Это, конечно же, багажник Давайте заглянем вовнутрь Ну, скажем честно, он не поражает своим объемом Все говорит о том, что Mitsubishi ASX Не единственный в своем роде, а один из А как известно, в таких случаях все решает цена Пока что она неизвестна ни в России, ни в Европе А вот знакомые вроде все лица Но и те туда же В кроссоверы Мини, конечно, мини, да не тот Вот сзади меня сидят журналисты Они обсуждают, как там много места А все почему? Потому что и мини не удержалась от этой истории Кто бы мог подумать, еще несколько лет назад Что, во-первых, мини будет четырехдверный А во-вторых, полноприводный Мини-кантримен Несмотря на слово кантри Здесь никакого села нет Никаких проселков Это все тот же городской кроссовер Все тот же мейнстрим Который сейчас находится на подъеме И грех не использовать эту фишку Правда, в отличие от многих конкурентов Кантримен действительно полноприводная машина Причем полнопривод здесь постоянный БМ-шные специалисты сделали его 50 на 50 Но благодаря мовке, при желании Это, в общем, машина, сделанная по переднеприводной концепции Мотор здесь стоит поперек Может передавать до 100% момента на заднюю ось А электроника может имитировать блокировку переднего дифференциала Плюс к этому в Гламур Мини добавлено еще больше функций Использования внутреннего и заметно выросшего объема Багажник Мини 360 литров Немного, но если сложить задние сиденья То получается 1170 А это уже практически компакт-вэн Но не сказать, что Кантримен стал настоящим колхозником Не сказать, что он стал вот такой вот арбой Рабочей лошадки нет Отнюдь он по-прежнему остался, безусловно, стильной игрушкой Какой является любая мини Но, при всем при том, если мы с вами заглянем в салон Мы обнаружим, что характерные для И обычных переднеприводных мини-элементы В виде вот этого огромного спидометра Стоящего посередине вынесенного Такого мотоциклетного на рулевую колонку тахометра Все осталось на своих местах Включая даже, знаете, вот такие полуавиационные Полувоенные тумблеры Но если мы вспомним концепт То, конечно, половину тех фишек Которые там стояли И которые так сильно удивляли и возбуждали Здесь уже отсутствуют Но это, в общем, судьба любого концепта И любого серийного автомобиля Они никогда не были и не будут близнецами-братьями Постараемся выяснить Насколько удалось сохранить изначальную концепцию Собственно, у создателей Но у кроссовера отнюдь Как не парадоксально это звучит Итак, что удалось сохранить От чего пришлось отказаться Ну, если вы вспомните наш предыдущий концепт Показанный полтора года назад И наш последний концепт в Детройте Где все крутилось вокруг цифры 4 4 цилиндров двигателя 4 метра длины Первый четырехметровый мини 4 места в машине И, конечно, 4 ведущих колеса Вот Это почти сохранившаяся концепция Другое дело, что Навигационная система, соединенная с Гуглем И вписанная виртуальный глобус Это, конечно, из области фантастики К этому мы еще придем А вот центральная многофункциональная рельса К которой крепятся подлокотники Подстаканники Вот это вы уже можете увидеть В серийной машине Кантримэн будет предлагаться В нескольких вариантах комплектации С разными моторами Которые идут и на привычные Переднеприводные мини Вплоть до самого мощного 220-ти сильного Который ставят на мини Купер Джонни Купер Воркс Эти версии увидят свет в будущем году Короткие автоматы И шестиступенчатая механика Причем базовый вариант Именно с механикой И с передним Только с передним приводом Собирать мини-кроссовер Будут там же Где и все остальные мини В Англии Первые машины Увидят свет во второй половине 2010 года А цены в Европе На базовую версию Самую простую Стартуют с 22 тысяч евро Цены в рублях пока неизвестны Что касается комплектации Скорее всего Поначалу будут предлагаться Наиболее дорогие Полноприводные версии А потом, как знать Может появиться и бюджетный Переднеприводный вариант Со Шкодой Ети Вы, конечно же, хорошо знакомы Этот автомобиль побывал На самых разных наших тестах Если посмотреть Салон Как будто все на своих местах Кроме одного Теперь здесь доступен робот ДСГ Знакомая платформа Яркий, необычный дизайн И новые внедорожные функции Такие, как умный электронный помощник Спуска с горы Который страхует водителя Даже когда двигатель заглушен Единственное, чего пока не хватало Наличие в линейке автоматической трансмиссии В этом смысле Скорострельный робот ДСГ Безусловно, еще один жирный плюс В активе симпатичного проходимца Шкода Ети А теперь Добро пожаловать на стенд Субару Стопроцентных новинок здесь нет Точнее, есть одна Но она весьма сомнительна Это Субару Импреза XV Вот тот самый новый кроссовер О котором ходили слухи Но посмотрите, что мы видим Попросту, это самая обыкновенная Импреза Хотя и называется она Импреза XV Все, что здесь добавили Это передний и задний бампер А вот такие пластиковые накладки Сбоку и рейлинги на крыше На этом все новшества Данного автомобиля заканчиваются Впрочем, к чести данного японского концерна Стоит отметить, что пяткой в грудь Бить себя они не стали Доказывать, что это абсолютная новинка Более того, по секрету нам, журналистам Ребята из Субару доложили Что данные автомобили Они собрали прямо здесь, на выставке Всего лишь за один день Просто поменяли обвесы Добавили пластика И привезли табличку о том, что новый автомобиль Этот автомобиль будут продавать у нас в России Правда, в специальной русской комплектации Которая подразумевает колеса большего размера И увеличенный дорожный просвет примерно на 3 сантиметра Ну что ж, это уже кое-что Казалось бы, ну хоть в чем-то нам повезло Вот даже немцы завидуют российской комплектации Импреза XV и требуют у себя продажи такой же Более высокой машины Но в то же время в России будет прилагаться Исключительно атмосферный 2-литровый бензиновый агрегат Ни о каких дизелях речи пока не идет И тот либо на механике, либо на старом 4-ступенчатом автомате Однако далеко не все новинки Жаневского мотор-шоу Вот так открыто выставлены на показ Далеко не каждые машины Дружелюбный персонал компании может свободно вот так взять И распахнуть тебе дверь Есть машины, на стаже которых стоят серьезные ребята С рациями и с оттопыренной левой частью пиджака А сами машины скрыты тонированными стеклами от посторонних глаз И одну из таких машин вам сейчас покажем Этот автомобиль способен спасти тех, кто сидит внутри От практически всех видов стрелкового оружия Он выдерживает взрыв 15 килограммов противом эквиваленте Расположен всего лишь в 2 метрах от машины Это защита по высшему седьмому уровню Впрочем, как говорят сами специалисты БМВ Здесь есть еще резервы Собственно, это все цифры, касающиеся безопасности Которые мне удалось узнать Все-таки тема такая закрытая И, конечно, вокруг подобных проектов Вокруг подобных автомобилей Есть определенная и объяснимая вполне завеса секретности Технология скрытого бронирования Которой пользуются, пожалуй, только две крупные немецкие компании Это, собственно, БМВ и их прямые конкуренты И Штукград и Мерседесов цирк За основу берется обычный стандартный кузов Но который уже на сборочной линии Начинает обрастать специфическими элементами Ну, смотрите сами Дверь весит 250 килограммов Само собой, что для того, чтобы ее удержать Нужны специальные петли и усиленные стойки Кроме того Уже заранее специальные защитные элементы Закладываются и в пол машины В центральные стойки, в крышу Ведь это все должно, повторюсь, защищать и водителя И, самое главное, очень непростого пассажира или пассажира Кроме того, автомобиль абсолютно герметичен Что, естественно, для машин подобного класса Имеет кучу дополнительных функций Ну, например, естественно, это возможность Оповестить, подать сигнал тревоги Изнутри автомобиля Кроме того, это автономная система пожаротушения Если не дай бог, что произойдет Запас кислорода для того, чтобы Те, кто находятся внутри, могли пережить Химическую атаку или сильное задымление Причем все эти функции Все эти функции Они управляются При помощи Доработанной Системы iDrive Которая стоит на обычных Стандартных BMW При помощи этой же системы Можно включить такие Любимые у нас Тоже доп. опции Как-то, например, проблесковые маячки Которые уже заранее Интегрированные и в решетку автомобиля И в зеркала И, конечно, есть крякалка Вот только сотрудники просят не включать ее Потому что Ну, это считается, в общем, маветоном И не очень приличным С другой стороны, я допускаю Что у отдельных товарищей Которые будут ездить на этих машинах И которым будет проще общаться с ней Через русскоязычное меню Будет на сей предмет Иная точка зрения На этом пока все Смотрите в следующей программе Peugeot 5, Peugeot 408 Alfa Romeo Giulietta И Citroën DS3 Racing А также другие новинки Женевского автосалона Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин